Всем привет! Спасибо большое, что находитесь на страницах моего канала. И сегодня у нас будет такой быстренький обзор косметики, который я недавно приобрела. И начну, пожалуй, с того, что у меня сейчас на губах. Это помада от Maybelline, которая с серии Color Sensational. Эта линейка вышла в Maybelline довольно давно, и у меня вот только сейчас к ней дошли руки. Захотелось мне резко нюдовую помаду, и обязательно с каким-то увлажняющим компонентом, потому что на улице зима, губы обветриваются, она очень нейтрального, такого кремово-нюдового оттенка. Так как это нюд, оттенок уходит в более коричневый, оранжевый цвет. Формула очень увлажняющая, и при нанесении больше похожа на блеск. Я уверена, что она не продержится на губах больше трех часов в силу ее таких увлажняющих свойств. Скажу вам честно, не сразу я поняла этот оттенок, потому что мне показалось, что она как-то бледнит мои губы, смотрится странно, и при этом лицо кажется более какого-то болезненного вида. Я под нее начала носить какие-то яркие помады, разбавляя все это, привыкая к ней. И сейчас мне, в принципе, нравится, как она в своем натуральном виде. Интересный такой вот классический нюд. Как вы знаете, я просто фанат косметики Essence, и когда я захожу в новый какой-то магазин косметики, я ищу именно их стенд. То же самое происходит в интернет-магазинах. Почему-то в Украину, в Киев их завозят очень редко, и в очень маленьком количестве. Это касается и интернет-магазинов, там очень быстро все раскупают. И пока я себе настроюсь закупиться по полной косметикой Essence, половину ее уже сметают. Иду, значит, я за морщим средством для кастрюль в один из магазинов Космо, и замечаю большущий стенд косметики Essence. Вы бы увидели мое лицо. Я настолько была счастлива. Это мне так подняло настроение. Я знаю, что это звучит глупо, и вы думаете, блин, как она может радоваться просто какой-то косметике. И, конечно же, я что могла, то и купила. В общем, начну я с палетки теней, которая называется Акватро. Именно эта расцветка была на скидке. Но самое примечательное то, что я давно ищу вот такой вот розовый и фиолетовый оттенок, потому что знаю, что они шикарно просто смотрятся с зелеными глазами. В последнее время замечаю очень много фотографий в Инстаграме, ВКонтакте, макияжи именно с розовыми оттенками, там, где выделяют им складку верхнего века. В общем, смотрятся очень нежно и красиво. А тут еще нужны мне цвета на скидке. Естественно, я схватила палетку и побежала. Вот эта вот наклейка New Formula действительно оправдывает себя, потому что цвета очень пигментированные. Прям очень. У меня такое чувство, что все мои тени, те, которые в палетках, намного менее пигментированные, чем вот эти. Я сейчас вам покажу. Они очень кремовые и на ощупь больше похожи на какую-то увлажняющую пудру. Вот такие вот оттеночки. Они все шиммерные, самые темные с меньшим количеством. В общем, очень красиво смотрится. Я уже пробовала делать макияж. Посмотрите, какая пигментация. Просто что-то с чем-то. Красивые очень цвета. Вот серебряный и даже белый очень пигментированный. То есть каждый цветов очень хорошо видно, даже без базы. По поводу стойкости могу вам с уверенностью сказать, что с их неродной базы от Essence I Love Stage держатся на протяжении целого дня. Из их палетки I Love Nude я прикупила вот такие вот светлые тени. Они такого вот более ванильного оттенка, но именно матовые. Я очень давно ищу светлые матовые тени, которым можно выравнивать цвет верхнего века. Так как у меня просвещаются сосуды на веках, и это выглядит странно, мне нужно чем-то их перекрывать. Этим же оттенком, таким вот сливочным красивым, за счет того, что он матовый, им можно припудривать консилер под глазами. В общем, тоже пигментация довольно хорошая. На ощупь очень кремовая и приятная. Вот как переносится цвет. Видите, его отлично видно. Мне кажется, это самый базовый цвет, который можно использовать практически везде. В общем, моя любовь, моя страсть. Наконец-то я нашла идеальный светлый матовый оттенок. От теней переходим плавно к консилеру. У меня в руках их новый консилер Stay All Day Concealer. 16 часов он держится, как здесь написано, Long Lasting. Очень красивый, такой девчачий дизайн в стиле Essence. На том стенде были консилеры где-то в трех оттенках. Я выбрала менее желтый. Это такой цвет слоновой кости. Называется он Soft Beige. У консилера вот такой вот спонж-аппликатор, которым очень удобно наносить консилер. Особенно если вы любите делать треугольники, как я, под глазами потом растушевывать. Он кремовый, очень легкий и очень увлажняющий. Мне кажется, у него еще есть какие-то подсвечивающие частички. Хотя вот конкретно блеска в нем не видно. На зимнее время года очень актуально, потому что те консилеры, которые у меня есть более плотной консистенции, они слегка пересушивают зону под глазами. Этот именно кремовый, больше похоже на очень легкую тональную основу. Он никуда не ползет. У меня лично он не скатывается в складки абсолютно. То есть я работаю иногда по 12 часов в день, прихожу домой, специально наблюдаю, но нет, очень хорошо держится, даже без никакого припудривания. Я ничем его не закрепляю, просто нанесла, простушевала пальцами и пошла. Конечно же, за счет легкости у него не сильно хорошая покрывающая способность, то есть какие-то синячки и покраснения будут слегка просвечиваться, и вскочивший прыщик, конечно, перекрыть идеально не удастся. Но для области вокруг глаз, за счет увлажнения, мне кажется, сама она. Дальше у меня в руках два вот таких вот карандашика для губ, тоже от Essence. Первый более такой нейтральный, более нюдовый, но переходящий не в оранжевый оттенок, а более в розовый. Я называю его идеальным, каждодневным оттенком для губ, потому что он лишь подчеркивает форму и натуральный цвет губ. Идеально сочетается с любыми нюдовыми помадами, в том числе и с вот этой от Maybelline, и смотрится очень натурально и красиво. Следующий оттенок более яркий, он такой вкусно-ягодный. Как по мне, это идеальный зимний оттенок. Он не такой тяжелый, как бордовый, он больше малиновый, но на губах смотрится очень сочно и очень свежо. Итак, как я начинала с помады, пожалуй, ею и закончу. У меня в руках помада от Essence оттенки 01, которая называется My First Love. Это помада из серии блесков, потому что фактически у нее нет какого-то выраженного цвета. Это, по сути, блеск для губ, но более приятный. Блеск, который не затекает за границей, блеск, который не липнет. У него очень приятный ванильный аромат. На губах он выглядит абсолютно прозрачным. Если приглядеться, можно увидеть золотой шиммер. При этом губы выглядят более ухоженными и объемными. На этом все. Надеюсь, вам это видео понравилось. Если это так, пожалуйста, поставьте пальчик вверх внизу под видео. Мне будет очень-очень приятно. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить больше интересных видео. А я вас всех целую. И пока!